всем привет дорогие друзья сегодня у нас с вами такая обстановочка интимная мы на кухне практически одни свет алексей здесь короче девчонки и мальчишки кстати надо по аналитике посмотреть кто нам кто нас больше девочки или мальчики смотрят по моему девочки на на влоге по моему вообще мальчики не смотрят или смотрят нет смотрят геннадий костин нас точно смотрит да короче девочки девчонки и мальчишки а также их родители сегодня как и обещала вчера во влоге включила камеру чтобы поболтать с вами опять на тему нашей ужасной медицины но что есть то есть да что имеем то имеем не всегда она ужасная бывают просто первоклассные врачи от бога которые сопереживают которые действительно знают свое дело не говорю про всех врачей сегодня я вам расскажу про конкретных скольких врачей про конкретных двух ситуация была такая как-то в 2019 году в апреле месяце али олегу сказали что в субботу будет субботник приходите с перчатками и все перчатки приносите будем работать на улице хорошо он предупредил перчатки подготовил и должен был пойти на субботник но рано утром подходит ко мне открывает в спальне в нашей дверь и говорит мам мне плохо не гуляли что случилось не знаю говорит тошнит я уже говорит дважды ходил вырывал думаю ну наверное что-то не то поел а такое у него бывает часто это наши дети с алексеем очень сильно подвержены ротовирусной инфекции и не дай бог где-то они в бассейне искупались не дай бог в основном бассейны короче нам приносили вот эти проблемы вот эту ротовирусную инфекцию хотя и просто на море мы тоже могли подцепить эту инфекцию и проваляться там несколько дней и даже вплоть до температуры поэтому про ротовирусную инфекцию я знаю все и в нашей аптечке всегда есть ригидрон энтеросгель мизин креон энтерофурил то есть то есть те препараты которыми мы лечим детей от ротовируса от отравления рота вируса и так далее вот у меня первая мысль но наверное что-то не то съел и опять какое-нибудь отравление ладно говоря олег давай а уголь еще в большом количестве мы всегда закупаем он и дешевый поэтому прям по 10 пачек лежит в аптечке все время вот утром значит ситуация не меняется я пишу учительницы что олегу плохо прийти он не сможет на субботник но учительница видимо подумала что мы филоним ничего даже мне не ответила что там хорошо выздоравливать и так далее никакого не ответа не привет а ну просто я увидела что в ватсапе голубые галочки она прочла и все как бы я ее предупредила что олег не придет на субботник значит ситуация повторяется он все вырывает я его начала дробно поить ригидроном сварила ему и селе образную на воде рисовую кашу значит кормлю рисовой кашей пою ригидроном пою активированным углем в надежде на то что как бы все это сейчас с него выйдет мы ему почистим там все хорошо в желудке и все пройдет ну думала что все как обычно сейчас буквально день другой и ребенок встанет на ноги думала даже в школу пойдет в понедельник даже дело было с пятницы на субботу вечер ночью и я думала что вот сейчас субботу целый день мы его пролечим в воскресенье в понедельник в школу пойдет но нет значит когда рвота повторялась уже десятки раз я уже со счету сбилась там уже около 20 раз было рвота поговорив с мамой в вечернее время она порекомендовала все-таки не шутить с этим потому что знаете когда это действительно отравление ребенку становится хотя бы легче ты его не кормишь ты его отпаиваешь дробно ригидроном и ему становится легче но здесь нет ситуация другая легче ему не становится мама говорит вызови скорую я значит вызываю скорую приезжает врач скорой помощи стал его слушать стал ему живот нажимать потом он значит заглянул ему в горло и говорит у вас немножко красное голо может быть это на фоне простуды короче ничего критичного я у вас не вижу живот спокойный абсолютно поэтому как бы вы все правильно делаете продолжаете единственное что уголь замените на энтеросгель энтеросгель это тот же самый уголь только в более дорогой в значительно более дорогой форме и в виде геля вот есть еще подслащенный для детей чтобы он не сладкий вообще его противно есть гель этот когда он подслащенный детям я покупаю сладкий энтеросгель его более-менее можно проглотить меняйте говорит уголь на энтеросгель и добавляйте мирамистин в горло хорошо доктор как скажете значит нам даже никуда идти не пришлось мирамистин у нас тоже в аптечке был и энтеросгель у меня в аптечке тоже был значит мы все то же самое оставляем я его поила мизином еще мизин оставил он нам энтеросгель уголь заменил на энтеросгель добавил мирамистин ну и собственно все и ригидрон дробно дробно поили и сказал продолжать диету держать вот значит перед уходом сказал что я вам на понедельник вызову доктора ну примите его этого педиатра мы говорим да конечно вот и все доктор уехал несмотря на то что уже я ему сказала что более двадцати раз была у нас рвота нам госпитализацию не предложили даже ладно доктор уехал значит суббота закончилась наступило воскресенье рвота прекратилась живот стал болеть наступил понедельник ну как бы он болит и болит живот но болит живот ладно этот как его сильно прям болит ну так что надо скорую опять вызывать он будет нет ну терпеть можно ну ладно лет мы тебя лечим как бы все что доктор прописал мы тебе даем ждем улучшение ждем когда тебе станет легче значит живот болит болит потом приходит в понедельник воскресенье все воскресенье у него живот болел в понедельник приходит к нам доктор терапевт опять слушает его горло смотрит живот трогает и говорит живот спокойный ничего критичного не вижу ну как бы наверное гастрит обострился у нас никогда не было гастрита у нас были какие-то отравления может быть гастрита у нас никогда не было значит что делать доктор но все что вам доктор скорой помощи прописал то и делаете вот я гурну как бы у него живот болит никаких симптомов других больше нету пока в школу не идем правильно он говорит нет пока в школу не идите идите говорит в пятницу вот лечитесь говорит а в пятницу идите к своему участковый педиатр идите к своему участковому педиатру если вас посмотрит и все будет нормально вас выпишут дадут справку и в понедельник пойдете в школу ну хорошо доктор все значит мы продолжаем все это лечение продолжаем ребенку лучше а я его спросила доктор а у ребенка живот болит ну что делать . помочь он говорит все что вам прописал доктор скорой помощи продолжайте но от боли и в животе добавьте ножку хорошо ладно доктор уходит значит я ему нож подаю как ты себя чувствуешь олег лучше хорошо чуть позже опять живот болит как ты себя чувствуешь опять ножку выпьет как ты себя чувствуешь олег лучше а олег у нас очень ответственные уже понедельник там на портале во всю домашние задания появляются там у друзей узнает какие школьные были задания и старается по мере возможности это делать но вы знаете я захожу например в детскую обычно он у нас сидит за письменным с вас своим столом за уроками за компьютером то есть он делает уроки все время все всю свою сознательную жизнь он делает уроки короче захожу а здесь олег сидит на полу я горы олег что такое он будет мам живот болит я говорю прямо так сильно болит да говорит он сидит на полу короче вот так вот на в позе эмбриона и у него болит живот давай ножку опять дам ну давай ножку дам ему легче становится я говорю ну слушай олег давай не сиди говорю тогда за столом за письменном ложись тебе плохо ничего страшного что там уроки будут не сделаны еще что-то ложись лежи отдыхай вот значит он вот так в позе эмбриона сидит я ему ножку дам он ляжет ляжет ему легче становится я там периодически захожу спрашиваю как ты себя чувствуешь мне легче все хорошо мам короче проходит понедельник наступает вторник во вторник все то же самое у нас происходит живот болит опять-таки когда сильно живот болит он прям в позу эмбриона ножку дашь он выпрямляется ложится ему легче становится короче прошел понедельник наступил вторник прошел практически весь вторник и вечером примерно часов 7 он вот практически вот так не разгибаясь в позе эмбриона приходит на кухню мама не могу терпеть вызови скорую помощь сам ребенок попросил повторно после того как у нас была уже скорая помощь после того как у нас уже был терапевт этот педиатр участка не участковая там замещающий какой-то педиатр был после всего этого все таблетки он принимает и после всего этого он говорит мама вызови еще раз скорую я больше не могу терпеть приезжает скорая значит женщина на скорой приехала в этот раз первый раз был мужчина пожилой приезжает женщина он разогнуться не может она говорит ну опусти ножку а ему прям больно ножку отпустить именно правую с правой же да аппендицит лишь да справа пения он не может ногу правую отпустить она говорит сразу у меня подозрение на аппендицит только ему там тронуть в боку он а короче прям вообще ему больно он прям не может а я еще блин представляете столько времени он плохо себя чувствовал я его еще заставила пойти помыться потому что предполагала что сейчас приедет скорая его госпитализируют а он весь ну извините меня три дня немытый вот я говорю поди хоть нижнюю часть тела своего помой он бедный залез в ванну помылся значит приехала скорая предварительно ставить диагноз что это аппендицит увозят его в больницу я в слезы настолько была вот впечатлена естественно я осталась дома потому что миша мишу тоже не повезешь в больницу алексей уехал вслед за скорой помощью на машине потому что ну во первых ребенка сопроводить а во вторых мало ли там короче поехал на машине за скорой помощью в общем там везде сплошная бюрократия ребенку плохо как впоследствии оказалось что у него уже аппендицит с перитонитом четыре дня нам лечили отравление и боли в животе четыре дня ребенок ходил с аппендицитом естественно это все уже переросло в перитонит короче везде кругом одна бюрократия кучу бумажек дали алексею подписать он везде все это подписывает олег сидит ждет короче я не знаю сколько времени они там еще прождали пока все эти бумажные волокитные дела они там решат да вот потом или олега значит куда олега на узелешь или чё куда его анализы сразу у него стали брать но это же больница несмотря на то что уже было 8 вечера у него взяли анализы короче выяснили что это аппендицит при том что сказали незамедлительно на операционный стол надо его уложить алексей все эти согласия подписал все короче это самое все заполнил и олега забрали на операционный стол потом приезжает алексей состояние друзья просто врагу не пожелаешь вот состояние просто и злость и паника и слезы и короче ой друзья простите в общем состояние просто не передать врагу и вот эта вот непонятность да алексей приехал потом домой бессонная ночь была впереди переживаешь за ребенка сказали не звоните нет вру сказали наоборот звоните операция примерно началась в десятом часу ночи сказали часов в одиннадцать позвоните вам скажут естественно короче переживаешь алексей уже домой приехал мы мешутку спать уложили а сами сидим все на иголках переживаем конечно же в 11 часов мы туда позвонили нам сказали что операция прошла успешно все хорошо он в реанимации это на тот момент я еще не знала что всех деток которых которым оперируют аппендицит сразу после операции переводят в палату нашего ребенка перевели в реанимацию выгод не переживайте все хорошо операция прошла успешно он сейчас в реанимации скорее всего завтра его говорят уже переведут в палату звоните завтра узнавайте пока приезжать не нужно но у вас в реанимацию все равно не пустят естественно наступил новый день и мы туда все равно поехали миша у нас тогда еще в саду был на лишь девятнадцатый год миша тогда еще в саду был до апреля то вот как раз он последний год в саду был отправили ребенка в сад и бегом в больницу приехали значит удалось поговорить с лечащим доктором он стал мне задавать вопросы кого надо ругать что вот так дотянули я говорю врачей коллег ваших надо ругать не гур как чего стала спрашивать он говорит ну с перитонитом приехал то есть насколько я понимаю перитонит вот аппендикс воспаляется да и его в нормальных блин в нормальной ситуации когда врачи диагностируют корректно аппендицит сразу его просто удаляют и все последствий у человека никаких нет это как бы ну такая очень простая операция скажем тогда но когда этот воспаленный аппендикс не лечат и не удаляют он воспаляется сильнее 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 и там уже происходит нагноение и если не дай бог это нагноение разрывается и попадает в желудок там в какие-то другие органы то это просто до летального исхода до летального исхода очень-очень близко там знаете буквально считанные может быть часы я как это представила себе у меня аж кожа вот так вот поднялась волосы дыбом встали я в шоке короче доктор доктор вот что стоит отдать должное что он настолько был спокойным знаете в его голосе ну как само собой разумеющееся ничего страшного здесь не произошло как бы вот он стал защищать своих коллег что вы знаете у детей так бывает что аппендицит маскируется под какие-то болезни его пока конкретно локально не заболела в правом боку говорит очень сложно бывает определить поэтому это может быть даже не вина до врачей вот но говорит все хорошо говорит он динамика это есть восстановление пока горит температуре мы его сегодня понаблюдаем а завтра наверное в палату переведем на следующий день у него температура сохраняется в палату его не переводят он продолжает находиться в реанимации в итоге я вот представьте приехала когда домой вот ему ночью сделали вечером сделали операцию на следующий день мы поехали вот это вот все пообщались с доктором нас пустили в реанимацию мы зашли посмотрели на олежку ну выглядел он в принципе хорошо единственное что был в реанимации потому что была температура у него вот приехали домой и вот представьте вот все равно у меня были вот эти эмоции да просто которые не передать словами я накатала вот такенное письмо и от того что вот просто уже крик души материнской до был я отправила его в добродел министерство здравоохранения московской области министерство здравоохранения москвы в мэрию президенту короче я все что в интернете смогла найти по запросу в яндексе к как и куда написать жалобу на медиков мне выше ну все что мне там предлагал яндекс я написала везде без разбора вообще без разборов везде написала потом а значит прошел еще один день до его перевели в палату мы к нему приезжали каждый день приезжали с мешуткой потом приезжали тогда пандемии слава богу не было можно было ходить вот сидели там с ним все уже хорошо доктор говорит восстановлениях нормально происходит как бы ему тут еще мешочек поставили дренаж поставили чтобы то лишнее вытекало все какое-то время он было с дренажом вот потом прошла где-то я не знаю может неделька он полежал еще в палат в палате это было конец апреля и уже майские праздники начинались нас отпустили на майские праздники домой дали выписку из больницы анализы там сдали узи сделали дали выписку и нас отправили домой сказали наблюдаться у хирурга и наблюдаться у педиатра вот и мы продолжали наблюдаться у хирурга и у педера педиатра вроде как там все уже хорошо со стороны аппендикса все хорошо рано заживала мы там ее обрабатывали вот полостная рана естественно у него и шрам естественно остался вот но тут вследствие того что мы ходим теперь по врачам от хирурга к педиатру от педиатра к хирургу сдаем различные анализы выяснилось что у олега теперь повышенная мочевая кислота я пытаюсь связать все эти вещи как-то вот между собой но мне все абсолютно врачи в один голос говорят что эти вещи не взаимосвязаны аппендицит одно мочевая кислота совершенно другое они друг с другом не связаны вот с тех пор с весны 2019 года мы выяснили что алексе у олега повышенная мочевая кислота и до сих пор с ней боремся как многие уже знают я показывала теперь по медицинским показаниям у нас олег вегетарианец мы придерживаемся веганской диеты купила я этот как его стационарный блендер заказала 10 килограмм бобов соевых и буду делать теперь сама ему тофу соевое молоко потому что стоит это просто нереально больших денег если покупать соевое молоко коробочка 100 рублей стоит а соевые бобы стоят килограмм 81 рубль так с килограмма соевых бобов можно я не знаю сколько литров 10 наверное молока сделать вот поэтому делать это все буду сама стараюсь его то что он не получает из мяса из молочных продуктов белок стараюсь все восполнить растительным белком вот такие у нас дела друзья я конечно в шоке я а потом мне кстати позвонили потом мне позвонили сказали что вот вы писали куда-то туда-то туда-то куда-то вот из москвы короче спустили сюда в московскую область и из московской области мне уже звонили приносили извинения защищали своих врачей разговор был не из приятных потому что женщина позвонила явно не женщина позвонила с целью уточнить какое у меня психологическое состояние на как насколько я там зла на них да и намеренно ли я какие-то еще действия предпринимать куда-то еще писать то есть свою задницу чтобы как-то спасти как-то вот прикрыть я не знаю как как выразиться да ну чтобы короче ощущение от нашего разговора было такое что она ей было все равно безусловно вот она задала стандартные вопросы как себя чувствует олег туда-сюда но из разговора я поняла что самая главная ее цель была узнать мое психологическое в данный момент состояние насколько я намерена идти дальше и чего-то там бороться доказывать и так далее вот короче было неприятно но больше я не стала никуда писать слава богу это ситуация у нас решилась хорошо но с другой стороны видите конечно не хотелось что так получилось но как говорят все что не делается все к лучшему потому что если бы нас эта ситуация не коснулась было если бы он мы все весь этот ужас не пережили бы в 2019 году то мы бы не выяснили что у нас повышенная мочевая кислота а поскольку повышенная мочевая кислота нас не беспокоит вообще никак от слова совсем то мы бы и не знали бы ни сном бы ни духом понимаете и к чему бы это могло привести впоследствии еще не известно а поскольку мы поспохватились мы теперь осведомлены об этой проблеме вот мы ею занимаемся и мы всячески пытаемся как-то эту ситуацию вырулить вот такие дела в любом случае будем держать вас в курсе теперь повторный осмотр у профессора и повторная сдача анализов у нас будет через полгода вот такая друзья грустная история от которой просто плакать хочется без слез и и не вспомнишь честное слово врагу такого не пожелаешь дай бог друзья здоровья берегите своих деток как выяснилось что у детей аппендицит маскируется любое отравление любое рвота понос боли в животе обязательно идите консультируйтесь хирургом и только хирург вас может а когда мы потом пришли к хирургу она вот такие глаза делает почему вас никто не отправил к нам то говорит надо не надо отправляют нам то когда конкретно наш случай вас не отправляют к нам она была очень удивлена поэтому друзья имейте в виду у кого дети что у детей аппендицит вот так маскируется под отравление под гастрит под боли в поэтому обязательно консультируйтесь хирургом чтобы не дай бог не допустить вот подобную тоже ситуацию будьте все здоровы берегите своих родных и близких буду заканчивать эту болталку если видео понравилось и она вас хоть как-то впечатлило обязательно ставьте пальчики вверх пишите комментарии пишите что думаете обо всей этой ситуации подписывайтесь на канал нажимать на колокольчик всем спасибо за внимание всем пока пока приходите еще увидимся снова